В эфире новости нашего города с обзором главных событий этой недели. Здравствуйте! Подошла к концу первая короткая рабочая неделя мая. Она продлилась всего 4 дня. Первомайский уикенд же состоит из 4 выходных дней подряд. С 1 по 4 мая включительно. К дню весны и труда добавляются календарные выходные и перенесенный с 4 января на 4 мая дополнительный нерабочий день. Следующая рабочая неделя тоже будет короткой и тоже 4 дня. 5, 6, 7 и 8 мая. 9 мая выпадает на субботу, поэтому нерабочим окажется и понедельник. В результате 70-летия Победы будем праздновать 3 дня с 9 по 11 число. Следующие затяжные дни отдыха россиян ожидают уже в июне. Ну а праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Ноябрьске продлятся 2 дня, 8 и 9 мая. Так 8 числа пройдут торжественно траурные мероприятия. Городские предприятия возложат цветы к вечному огню, а по центральным улицам молодежь пронесет 70-метровую георгиевскую ленту. 9 же мая состоятся праздничные мероприятия, шествия ветеранов, выступления творческих коллективов и патриотические акции. Завершится все по традиции ярким салютом, не останется в стороне и микрорайон Вангопоровский. Начиная с 12 часов для жителей микрорайона будут организованы торжественное шествие, церемония возложения венковых цветов к обелиску боевой славы, угощения солдатской кашей, праздничный концерт, культурно-патриотическая акция «Вальс Победы» и просмотр кинофильма в центре досуга в Ингапур «Буду помнить». Подарок 9 мая получат все категории ветеранов. Постановлением правительства округа в перечень граждан, которым полагается единовременная денежная выплата, включены и дети войны. Несовершеннолетним гражданам Советского Союза, которые уже в послевоенное время проработали на Ямале не менее 15 лет, к юбилею со Дня Победы выплатят по 5 тысяч рублей. В ноябрьске таковых сегодня насчитывается 1087 человек, а чтобы обеспечить выплаты всем, потребуется почти 5,5 миллионов рублей. 674 тысячи будут выделены из резервов Управления социальной защиты населения, остальные 4 миллиона. 811 тысяч доплатит округ. Замечу, среди несовершеннолетних участников войны были и труженики тыла, но им к празднику уже выплатили по 40 тысяч, и повторные ассигнования не предусмотрены. Но в неочередном заседании Городской Думы постановление руководства автономии депутаты поддержали единогласно. Хотелось бы отметить, что категория «Дети войны», которую дополнили в 632-е постановление, она обсуждалась давно. И это как бы первый шаг на установление данной категории и дальнейшее долгосрочное предоставление мер социальной поддержки. К другим темам. Вылечить зубы бесплатно можно и не простаивая в очередях. В этом заверяют врачи городской стоматологии, в адрес которой стали поступать жалобы. Ноябрьцы недовольны количеством выдаваемых в регистратуре талонов. Как пояснили медики, лечебного учреждения поводов для паники нет. Половина всех талонов выкладывается в единую электронную регистратуру. Происходит это каждую пятницу, их количество рассчитано на две недели вперед. Записаться на прием к врачу можно на сайте окружного департамента здравоохранения. Инвалиды же могут и вовсе вызвать врача на дом, позвонив по телефону 32 90 03. На информационном табло в самой поликлинике уже утром можно узнать об общем количестве талонов, выдаваемых в этот день к тому или иному специалисту. По каждому дню я могу раздать информацию точно. Пределок 28-20 талонов на лечение. Только на лечение. Продонтологу 8 талонов идет. На удалении 60 талонов. Детскому стоматологу 24. Запись у нас в интернет, она у нас происходит каждую пятницу. Где-то с двух часов, в течение трех часов, с двух до пяти. Наш системный администратор проводит выкладку этих талонов на две недели. То есть люди могут записаться, в ближайшее время после выкладки талонов в интернет, они могут записаться на протяжении двух недель. Жительнице Ноябрьска Светлане Евдокимовой удалось провести пересадку костного мозга. Деньги на лечение девушки собирали всем городом и как результат подаренная надежда. Изначально семья Светланы собирала средства на лечение в немецкой клинике, однако из-за повышения курса евро процедуру пришлось проводить в Петербурге, в НИИ имени Раисы Горбачевой. Сейчас девушка проходит реабилитационный курс лечения. Несмотря на то, что трансплантацию делали по квоте, дополнительных средств пришлось потратить немало. Светлана заплатила за сам костный мозг и за препараты. Сразу после пересадки у девушки обнаружили двухстороннюю пневмонию. И поскольку сейчас ее иммунитет крайне слаб для лечения, назначили курс дорогостоящих лекарств. Одна ампула специального сиропа стоит 40 тысяч рублей, а курс состоит из пяти единиц препарата. Супруг девушки Анатолий признателен всем участникам благотворительной акции и уверяет, что без помощи горожан лечение Светланы было бы невозможно. Как правило, после трансплантации костного мозга, там период, по-моему, 12 или 16 дней, тяжело. Она не могла кушать, разговаривать, не пить, ничего не могла делать. Было плохо очень, температура высокая. Но состояние у нее более-менее, разговаривать может, кушает. Сейчас, вроде бы, все хорошо. Тревожная статистика ежемесячно в ноябрьске на учет по бесплодию встает от 20 до 30 супружеских пар. Всего же числятся более 500 семей, которые по тем или иным причинам не могут иметь детей. В женской консультации работает специальный кабинет по сохранению и восстановлению репродуктивной функции. Доктор Ольга Евдокимова уже три года занимается лечением сложных случаев. По словам акушера-гинеколога, есть три основные причины бесплодия. Это инфекции, передающиеся половым путем, гормональный сбой и мужской фактор. Кстати, по статистике, в 25-30% случаев отсутствия беременности связаны как раз со здоровьем мужчин. По мнению врача, современные представители сильного пола часто курят и работают в неблагоприятных условиях. Бесплодиум считается, когда не наступает беременность, в течение года и более, при регулярной половой жизни, в принципе. Немногие пробуют, пытаются там несколько лет подряд, когда уже не получается, там, три, пять и более лет, только тогда обращаются. Вот, хотелось бы, чтобы сразу этот, ну, поступал звоночек такой, упар, чтобы время не тянуть, потому что действительно проблема сложная. Вопросами лечения и бесплодия занимаются и в соседней Тюменской области. Лечение там не всегда вылетает в копеечку. В рамках областной целевой программы сотрудничества можно получить высококвалифицированную медицинскую помощь в областном центре. Об этом мы сегодня поговорим с депутатом Тюменской областной думы Фуатом Сефединовым. Фуат Ганевич, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Что касается сферы здравоохранения, у нас очень многие жители региона предпочитают проходить лечение именно в тюменских клиниках, особенно если дело касается каких-то серьезных проблем со здоровьем. Вот что сегодня конкретно может предложить Тюмень и область в этой сфере? Ну, здесь надо заметить, что это традиционно так было, что вот в Тюмени высокие технологии медицинские, и больше, может быть, там кадров есть, медицинская академия, и подготовка этих врачей тоже там присутствует. То есть наши дети там учатся, возвращаются сюда врачами. Тем не менее, сказать о том, что вот этот поток увеличивается, наверное, трудно говорить, потому что сегодня достаточно серьезная медицинская база, особенно техническая база, создана здесь, на Ямале. Очень серьезные средства в это вкладывались и вкладываются. И сегодня, будем говорить, центры Уренгой, Ноябрьск, Салихард, вот как три главных, что ли, вот центра по округу, они на самом деле уже нарастили мускулы, и сегодня достаточно много больных получают помощь, и лечатся именно уже здесь, на месте, и не выезжая. Выезжать, лечиться, это всегда, ну, не совсем, будем говорить, легко и удобно. Все равно легче лечиться там, где есть семья, когда тебя придут, проведают и так далее. На курорт уехать, там, на море можно, и ты здоровый. А когда тебе нужен уход, и когда нужна помощь, то, конечно же, лучше, чтобы это было дома. Но, тем не менее, на самом деле, достаточно большое количество людей в Тюмень приезжают. Прежде всего, это кардиологический центр, и он федеральный, то есть там в Тюмени не просто там областной, есть, значит, нейрохирургический такой огромный центр, он тоже построен на федеральные деньги, и это тоже не чисто Тюменьский, а это общий, будем говорить, сегодня серьезная онкология, вот онкологическая, то есть больница в Тюмени выстроена, и уже с новыми, будем говорить, технологиями, и, конечно же, эти больные, ну, с этим, что ли, с этим профилем болезни, они приезжали и будут приезжать с Ямала. Финансирование идет, в том числе и по программе сотрудничества, идет и со стороны бюджетов муниципальных образований немного, но мы здесь должны понимать, что это все-таки должна быть страховая медицина. Ну, собственно говоря, о медицине, и не только о ней, мы с вами еще поговорим в рамках программы «Актуальное интервью». Я напомню, что посмотреть его будет можно на телеканале «Ноябрьск-24», а сейчас короткая реклама, а после нее продолжим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!